Сегодня в школы-садгимназию Кустаная и родители, и детей пускают только при наличии противовирусных масок. Причина проста – разгулявшиеся ОРВИ и грипп. При этом в дошкольном учреждении к профилактике простудных заболеваний подошли серьезно. Используют как традиционные медицинские методы, так и рецепты народной медицины и интерактивные развивающие занятия. Кварцевание групповых комнат, обработка дезинфицирующими средствами, фитоцидная терапия, эфирными маслами лука и чеснока, которые губительно действуют на распространение вирусов. Ежедневно проводятся прогулки, закаливающие процедуры, умывание холодной водой в течение дня, точечный массаж, хождение по дорожкам здоровья, оздоровительная и дыхательная гимнастика после сна, воздушные ванны в сочетании с гимнастикой. Для укрепления иммунитета витаминизируются третьи блюда питания детей. Чай с добавлением лимона, чай с шиповника, сокотерапия. По словам педагогов и медиков области, сегодня оснований для закрытия учебных заведений на карантин в регионе нет. Именно поэтому сейчас такое повышенное внимание уделяется профилактике простудных заболеваний. Кстати, по данным санитарных врачей, особенность эпидситуации этого года заключается в том, что пик заболеваемости заметно сместился. Если еще в прошлом году наибольшее количество простывших пришлось на конец февраля-начало марта, то в 2016 году все началось еще в середине января. В прошлом году в пик заболеваемости по области регистрировалось более 60 тысяч случаев за одну неделю. В этом году пик заболеваемости, можно сказать, по анализу тех недель, которые у нас прошли, максимальное количество заболевших было зарегистрировано на прошедшей неделе. И при этом было зарегистрировано 5 187 случаев. Как говорят цифры, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кустанайской области пошла на спад. Между тем, Сауля Байменова настоятельно рекомендует не забывать о мерах профилактики. И один из главных моментов – избегать большого скопления людей.